Здегасствуйте, здегасствуйте. Давно я не гулял по летней какой бы то ни было вообще Филадельфии, поэтому решил, что почему бы сегодня это не сделать. Вот он я, практически запаренный, запаренный. Зачем-то у меня включена вспышка, уж не знаю зачем. Привет, сейчас буду ее выключать, если смогу. Нет, не смогу. Ну, значит со вспышкой при полном свете дня походим чуть-чуть, буквально сколько-то секунд. Сегодня, как обычно, высокая влажность, за 30, как в принципе тут было, начиная где-то с середины июня и так будет до конца августа, а то и дольше. То есть такая погода здесь является нормальной. За моей спиной строят музей. Музей американской революции это будет. Это здание таможни. Там вот где-то мой любимый кинотеатр. Ну а вот здесь, ну это в принципе это исторический центр города. Здесь здание там где-то недалеко находится первый банк. В общем, все такое, все первое. Бла-бла-бла. Ибо все-таки исторический центр этой страны. Не просто этого города, но этой страны, я бы сказал. Это, наверное, дуб. Наверное, старый. Ничего в деревьях не понимаю. Сори. Немножечко еще пройдем. Сколько-то кварталов и... А может нет. У нас еще кварталов я, конечно, привлечил. Сколько-то, в общем, пройдем. Мозг расплавлен, поэтому прогулка бессмысленный и не тематический характер носит. Просто так. Всякая фигня. Там какой-то симпатичный дворик. О-о-о. Да, я тоже ездил на такой штуке. Это экскурсия на амфибии. Потом эта фигня плюхается в воду и по реке сколько-то времени плывет. Это переоборудованный переоборудованный транспорт военный времен Второй мировой войны. Вот. Аутентичненький. Вот здесь я обычно хожу, когда иду в кино. Там недалеко парк, где я обычно скрываюсь в тени от этого палящего солнца. Сейчас опять меня, наверное, будут спрашивать, где у вас там люди, почему они не ходят. Ну, потому что это не самые ходибельные улочки, вот эти вот такие просто. Вот, да. О, боже, этот лошадиный запах. Эх. Сори. Лошади, конечно, очень эстетичные животные, но приближаться, конечно, мне лично мешает запах. А, очень красивая витрина, одна из моих любимых. Карусель-шоп, так сказать. Я сейчас перемещаюсь на Южную улицу, South Street, ибо все-таки думаю, что я там перекушу что-то в моем любимом греческом местечке, хоть и клялся себе, что не буду, что буду день просто ходить. Ха-ха. Но как-то вот решимость моя поколебалась уже спустя всего лишь минут сорок после прибытия в город. Отчасти это связано с тем, что я просто хочу попасть в кондиционируемое помещение. Наверное. Ну, и так вот просто походить, погулять, ибо давно я никакого видео не загружал. Ну, вот. В принципе, надеюсь, что через какие-то две с половиной недели... Подождите, через сколько? Нет, не через две с половиной. Вру, конечно. Через три недели. С хвостиком даже. Время тянется медленно, что я какие-то влоги позаписываю уже из Буэнос-Айреса. Hopefully. Ну, а пока Филадельфия. Пока Филадельфия. Такие вот исторические дома. Красивая такая резьба. Здесь вообще все так очень симпатно. Мне всегда нравится гулять. Что рассказать, я даже и не знаю. Я просто уже столько гулял по старой Филадельфии и столько всего рассказал. Это вы можете сами почитать, что это за Павел Хаус. Ну, лучше это кто-то там работает на заднем дворе. Ну, у нас достаточно много на великах народ ездит. Ну, здесь, в принципе, почему ровно не так много, потому что это жилой район. И в такую жару люди, конечно, поехали на океан или за город. Или на какие-то мероприятия пошли где-то там ютяться. Ах, ютяться. В своих вот этих вот маленьких домиках сидят там тоже под вентиляторами, кондиционерами. Вот. Очень красиво здесь все. Ну, вот, думаю, что хватит. Сказал, что несколько секунд, а в результате уже почти 7 минут мы гуляем по летней Филадельфии. Нам пытались пообещать какие-то грозы. Все эти обещания не выполнены. Никаких гроз нету. Поэтому так вот светит солнце и жарит. И жарит. И жарит, и жарит. Окей. За сим, наверное, я буду пока что раскланиваться. Если в какое-нибудь интересное место забреду сегодня, то еще выйду в эфир. Счастливо. Счастливо. Так вот.